Вы нацистские подонки! Что-то на нацистскую тварь вычистить. Вы очередной рейх! К приему F-16 Россия готова. Тупая лгунья! Привет, друзья! Я Григорий Герман. Привет, ананасы души моей, шаловливые любители поиздеваться над тупиковой ветвью человеческой расы, имя которой российские пропагандоны. И есть, конечно, еще более тупиковая ветвь, это фанаты российских пропагандонских шоу, но на таких убогих обращать внимание это себя не уважать, тем более, что их становится все меньше, да? Ну, мы же видим, что рейтинги пропагандонских шоу падают. А значит, значит, из Кремля летит в Останкино грозная депеша. Глубинные патриоты основа режима сохнут, у них морщится шкурка, образовываются пролежни, что вызывает шевеление. А от любого шевеления в мозгах глубинных россиян кремлевскую крысу начинают укачивать, поэтому ноги в руки малохольные, свистать всех наверх, поднимать влажность фантазий от Калидинграда до находки. Иначе мокрая спина отправитесь в Сибирь убирать снег. Весь. По классике. Понятное дело, что подобная перспектива сытым и холеным российским пропагандонам не улыбается. Они привыкли, что их конечности обрабатывают маникюрные и педикюрные операторы, а не гнус, мошкара и медведи. Поэтому пропагандоны засучили рукава студийных платьев и костюмов и, не щадя грима на челе, кинулись наполнять эфир федеральных каналов фантазиями повышенной влажности, которые не щиплют глазки зэт-общественности, разглаживают морщины на лице глубинариев из Фуева-Кукуева, для которых гордость за отчизну, в любом смысле спорт, футбол, война, затмевает житье в бараках с клозетами на улице. Поэтому сегодня в нашем топе лучших перлов рашистской пропаганды самая влажная фантазия прошлой недели. Готовьте веники, сейчас будет как в бане. Пару не проглядеть. Никакого сухого пара, исключительно увлажняющий, влажный, плюс крем от Ольги Скобеева, аналоговнетный, все как любят российские глубинарии. Далее влажные фантазии по-кавказски на кристально чистой воде истерика и северского донца от Аптия Лаудинова. Исконно русские влажные фантазии с повышенным содержанием алкоголя от Гурулева. Ну а в конце... Сюрприз! Да, вот такой вот я интриган. Мы с Александром Усиенко одеваем банные шапочки с портретом Степана Бандеры, которые, как известно, защищают от рашистской пропаганды намного лучше, чем любые шапочки из фольги. И начинаем! Лучшая пропагандонская пятерка! Поехали! Начинаем с девичьих грез. Как бы это определение не противоречило всему тому, что мы знаем об Ольге С.Б. Скобеевой. С.Б. это, как вы понимаете, далеко не служба безопасности и не смесь беспесчаная, а... правильно! Сливной бачок! Хотя еще на самом деле подходит сволочь бестолковая. Но мы такой лексикой не пользуемся, да? Рецепт этого фирменного пропагандонского увлажняющего крема пришел к Ольге во сне. Ну, практически как к Менделееву пришел во сне рецепт водки. Да, злые языки утверждают, что на самом деле Менделеев придумал во сне периодическую таблицу, но для России водка важнее. Поэтому пусть в легенде остается водка. Так вот, и Ольга однажды во сне разметала по мокрой подушке свою знаменитую каменноугольную челку. Потому что в грезах своих Олюшка увидела не опостылевшего Евгения. И даже не горячего кавказского доунслава блуда, который изменил ей давеч как раз с Евгением. И даже показывал Евгению свой пистолет для Зеленского. Ну, он его всем показывает, да? Увидела Олюшка в своих грезах дамы бальзаковского возраста ракету. Гусары молчать! Иногда ракета — это просто ракета. Так вот, похабники, проснувшись и оценив степень влажности подушки, сопоставив это с увиденной во сне ракетой, Ольга придумала увлажняющий крем аналоговнетный на основе ракетного топлива и вологодского масла вместо масла жижаба. Потому что масло жижаба попало под санкции. Нельзя сказать, что это прям вот ноу-хау. Ракетами еще Соловьев любит помахивать, но он это делает грозно. А Ольга совсем по-другому. Так мягко, подевичье ракетой увлажняет. В России прямо сейчас завершаются работы по баллистической ракетой под условным и неофициальным обозначением Искандер-1000, который имеет дальность стрельбы до тысячи километров и доработанную боевую часть. Вероятное отклонение от цели всего 5 метров. Утверждается, что в комплексе установлена автономная система наведения с системой коррекции по данным спутниковой навигации. В общем, к приему F-16 Россия готова. Системой наведения срубленной без единого гвоздя. И главное, что картинку показали, а что же даже нету никаких видео, испытаний, ничего. Во-первых, во-вторых, ну мы же это уже слышали, мы уже это проходили не единожды. Я просто эволюцию, вот я хочу напомнить, эволюцию лжи и эволюцию пропаганды российской. Значит, Украине поставляют артиллерию. Апрель-май 2022 года. НАТОвские конвои, законная цель, легитимная, вышли таким голосом. Артиллерия доехала. Украине поставляют Хаймарсы, комментируют уже лично Путин в интервью. Ну что там их поставили, ну как мы там сейчас их там. Хаймарсы до сих пор летят и наносят достаточно серьезные повреждения и увечья уничтожают российские войска. И ничего они с этим сделать не могут. Почему? Кстати, о системе спутникового наведения. Вот Россия пыталась перехватывать ракеты Хаймарс. и что? А доработки были заводом и изготовителем определенные обновления и все, система работает. И работает я скажу так, что очень, вот как система спутникового наведения. Хаймарс можно использовать даже как средство контрбатарейной борьбы. То есть он четенько может попасть в артиллерийскую установку противника. Это достаточно важный момент. Куда попадут их, не это достаточно серьезный вопрос, попадут ли вообще. Потом Патриоты приехали. Все, это война, это уже мы используем ядерку, куда там что полетит. Атакамсы, да нет, это все не работает. И сейчас найдено, а что, а я тут, пардон, прошу прощения, а как же кинжал? Да, кстати, а цирк он? Да, а вот опять-таки, вот опять-таки задает вопрос. Если слушать Коношенко и прочих товарищей, они ведь подавили давно украинскую систему ПВО и украинской авиации, уничтожены. Статистика российская показывает, что они уничтожили больше самолетов, чем у Украины есть на вооружении. А почему? потому что статистика базируется на макетах. Не уничтожены. И там надо добавить, все правильно, только добавить там в конце, это макеты. Уничтожено столько-то макетов самолетов. И тогда, да, тогда они не ошибутся, тогда скажут правду. Я им просто даю совет. Кинжалы. Говорили, что кинжал пробивает бункер, кинжал пробьет хранилища с боеприпасами, ракетами, которые используют украинская авиация. Циркон, правильно. Да. Другие Искандеры на 500 километров в пределах досягаемости, каким бы казалось тогда. А с 22-го года, когда они с Беларуси запускали Искандеры на 500 километров, они ведь тоже пытались украинским аэродромом доставать и на западе Украины. ответ на этот вопрос очень прост. Вот эти все фантазии про Искандеры 1000, 1500, 3500, 8500, неважно. Кстати, это должно прогрессировать. Дальше вот увидишь, где-то к концу года появится Искандер 2000-2500. Почему посчитают расстояние до Германии, где США и Германия планируют разместить ракеты вооружения и скажут наш ответ мы к приему значит готовы. Значит, опять-таки будет мифотворчество. Но весь ответ очень прост. Даже вопрос, который стоило бы задать всем вот этим товарищам, российским пропагандистам и тем, кто там ходит, кремлевским товарищам и так далее. А каким образом Россия, имея преимущество в самолетах и в ракетах различных типах крылатых, баллистических, аэробаллистических, которые являются это кинжал, они не уничтожили до сих пор украинскую авиацию. Украинские самолеты осуществляют вылеты. Имея такое вооружение. Опять-таки смещение фокуса внимания от неудобных вопросов, на которые надо было бы ответить. На что будет новая ракета мощнее, она там... Ну, Циркон мы уже видели испытание. Как оказалось, что сели в лужу. Сколько уже конструкторов сидит и за разработку кинжала и Циркона тоже. Слушай, Старкон, аэродром в Староконстантинове, он уже видел все, что угодно. В принципе, он видел все, включая в таком количестве, что в принципе, его по идее не должно было бы уже быть. Но тем не менее, аэродром существует, база работает, все хорошо, все нормально. Ну, не то, что... Попадали, конечно, попадали. Но тот, кто думает, что одной или двумя ракетами, даже такой на тысячу километров, с ракетом, на пять метров, можно уничтожить аэродром, ребята, ну, посмотрите просто тупо на карту, какую площадь занимает аэродром. Ну, вот и все. И больше ничего не нужно придумывать. Просто есть живой пример, Староконстантиновский аэродром. Сто процентов. Сто процентов. И я другое хочу сказать. На сегодняшний день, по разной информации, Россия может производить максимум 20 эскандеров, 20 эскандеров, которые они производят, непосредственно там вот в месяц. Поэтому у меня возникает вопрос, окей, а что тогда, в принципе, сколько вы этих тысяч будете производить из них? То есть вопросов достаточно много на самом деле. И поэтому, в принципе, не стоит это все серьезно воспринимать. А самый главный вопрос, знаешь, какой? Ребята, когда вы уже наиграетесь в ваше аналоговнетное оружие? Мы уже видели все. И цирконы, и лошарики, и арматы мы уже видели сотнями, да, и все. И вот теперь еще одно аналоговнетное оружие. Я думал, что эта тема уже у вас прошла. И вы признали, что вы можете воевать исключительно прадедовскими какими-то там Т-55 и так далее, снятыми с этого. Оказывается, нет. Оказывается, все равно чешется это место аналоговнетное. А вот на четвертом месте в нашем топе пропагандонских влажных фантазий совсем другое дело. Никаких нежностей, никакой мягкости. Огонь и тугая струя тестостерона бьет в потолок, резко повышая влажность помещений до уровня влажности травы на берегу терека в дождливый день. Апти Алаудинов это, напомню, на секундочку, заместитель начальника главного военно-политического управления вооруженных сил Рашистской Федерации. Такой, убер-политрук, сын крепыша, дон и любимец Путин-драната Тагора. Тот даже медалям, по-моему, это недавно давал, вручал, там, за очередную сотку тысяч подписчиков в ТикТоке, наверное. Апти Ароныч, как никто другой, подходит для этой должности, привнося в тоскливую военно-политическую деятельность свежую дозу тестостерона и СММ. Ну и фантазии, конечно же, на данный момент самой известной фантазии Апти Алаудинова, которая по влажности переплюнула джунгли Амазонки, была греза о вылетавших из грозного лучших боевиках Ахмата, которые должны были, по словам Апти, закрыть котел вокруг атаковавших в Айриковской области украинских штурмовых бригад. Да, он тогда одним движением руки достал из штанов, то есть, из кармана штанов свою фантазию и рассказал на фоне пунцового и страдавшего тогда Гурулева, помните, я не знаю, что происходит, что бегство оккупантов от Изюма и Балакле это не бегство, это хитрый план, Дон. И вот сейчас в Грозном, вот прямо сейчас взлетают самолеты, из которых выпрыгнут бородатые ахматы и возьмут хохло в окружение. Ну, что было дальше, вы помните, но горестные морщины в тот момент расправились, по-моему, даже у Гурулева. И вот сейчас опять. Наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно таки хорошо продвинулись за последние пару месяцев и двигаются вперед все больше и больше, освобождая территорию Донецкой Народной Республики. Я так думаю, что в скором времени мы сможем уже констатировать факт полного освобождения Донецкой Народной Республики. Сегодня Вашингтон-Пост, да, американское издание, которое нас жутко не любит, тоже сообщает на первой своей полосе о том, что русские в ближайшее время освободят Донецкую область. 165-й раз, когда они в ближайшее время освободят. Во-первых, не понимаю. Я вот вообще не понимаю, почему до сих пор им не закрыли Вашингтон-Пост чтение. У нее отдельный доступ есть. Абхаз Кабиева, сколько можно? Сколько можно читать западные медиа? Сколько можно читать вот это все, что там значит, пропаганду, да, пропаганду против России, как они считают? Насколько? Это же можно где-то и поверить, наверное. Необходимо запретить. Я считаю, что много недоработок. ФСБ недорабатывает, Кремль недорабатывает. Они только сейчас приступили к ограничительным каким-то действиям в Ютубе. Посмотрим, чем это им выплывет, кстати. Я жду реакции всех тех в России, кто использует Ютуб. Я жду непременно реакции всех, кто будет об этом говорить. но теперь следующий момент. Я вот это слушаю, значит, продвигаются. Значит, мы констатируем 10 месяцев российского наступления. 10 месяцев, огромные потери, рекордное наступление, 10 месяцев. И вот продвижение, о котором они говорят, уничтожили Авдеевку ценой огромных потерь, сейчас продвинулись, имеют временные тактического характера успехи. уже третий год полномасштабного вторжения, и они продвигаются, они вот, я на что хотел бы обратить внимание. Вот пускай все задумаются. Смотрите, как Красная Армия встречала войска вермахта. Конница, она, кавалерия, была еще в действии. Буденный еще верил, что таким образом можно остановить танки. Но они с этого начинали. Как заканчивала Красная Армия на танках, на броне. Лошади тоже были, но тем не менее, была артиллерия там, потому что произвели и потому что Лендликс, потому что помогли. Но в этой связи армия прошла эволюцию. Обращаю внимание на российскую армию действующую. Начинали мощно новые танки, прорывы, это 90 самолеты, ракеты, все это едет, все аналоговнетное вооружение, сейчас штурмуют поселки в районе Авдеевки на мотоциклах. Перешли на конницу. Практически да. Кавалерия. Это очень важный момент, который характеризует состояние дел сейчас действующей российской армии. ВСРФ, которые техника, все-все-все, значит, все такие, а тут что? Давайте штурмовать гольфкары, баги, на которых они перевозят. Знаешь, вот эти баги, они же как переделаны? Они фактически там кузов. Вот они туда своих раненых складывают и когда едут очень быстро, они вылетают иногда. Поэтому они одно видео есть. Это они мне напоминают эти мотоблоки, тракторцы, как в селах, знаешь, там обрабатывают, возят там, но только этот быстрее. Просто вот и все. То есть от чего от танка, значит, там все, моща такая, оружие, до мотоциклов. И, ну, они, конечно, рассказывают, что это эффективность штурмовых действий, что это все классно, так задумано, все. Где моталыги? Причем, что да, причем, что еще и на мотоциклах, которые они не производят. Да. Танки-то хоть они производили, на которых начинали полномасштабное вторжение, а это даже мотоциклы, которые сами не производят китайские. Вот так. Поэтому это, кстати, во многом характеризует. Так что же произошло, если задать вопрос? И что, хорошо, 10 месяцев, так вы, в какой скором времени? А где вы будете через 10 месяцев? Сколько вас останется вообще? Там в посадках и так далее. Это уникально. Все смотрят весь мир, вот она говорит Скобейева, Вашингтон пост, который нас не любит. Все просто смотрят у всех волосы дыбом, как это так, что происходит, сколько они еще положат жизни, за что, за посадки и так далее. Да. Ну, это вот как они характеризуют, вот что они понять не могут. Это не потому, что Запад не любит, а потому, что Запад характеризует и думает, они какие-то ну что-то там не так. А еще интересно, знаешь что? Что вот эта фраза из уст обтип прозвучала, про то, что в ближайшее время мы должны выйти на границе, освободить Донецкую Народную Республику, при этом, сейчас вот все слова большими буквами, уважаемый командир и дорогой товарищ, дальше обычными буквами, Аптила Лаудинова, господин Кадыров, обещал где-то в это время уже освободить Одессу и Харьков. как и выйти чуть ли не на границе не на границе, выйти на границе города Днепр. А что произошло? Что смотрите, почему сморщился вот так вот, сдулся абсолютно на границе Донецкой области? Дело в том, что пользуется тем, что память короткая, к сожалению, и забывает вот эти браватные заявления, с каких начинали. Опять же таки, надо освежать это в памяти. Вот почему я привел пример армии и техники? Потому что это освежает примеры памяти. Что было и что есть сейчас? А что будет дальше? Но дальше я думаю, что да, в принципе уже мы видим, наблюдаем, конница пошла современная. Очень необходимо что-то придумать сродни артиллерии будет, сродни современных катапульт каких-то, я не знаю, что-нибудь соображать. наверное, да. Мы видим, ну, Бунин же любит реконструкции, там еще один был, который сидит сейчас реконструктор. Реконструировался. Да, реконструировался Гиркин-Стрелков. Так он же что же любит? Ну, так необходимо довести это все до абсурда уже в реконструкциях. Ну, вот я считаю. В конце концов, да, еще два года, не дай бог, войны, конечно же, и то реально дойдут до Трибушетов. Об этом говорят, кстати, все о Синтере, потому что даже образца 44-45 годов, оно тоже все равно не бесконечно. А как ты сам упомянул четко абсолютно, Хай Марс попадает ровно в одну пушку. Я думаю, что даже в ствол если надо будет, попадет. Да, то в принципе с такими тэпами то реально, да, достаточно скоро, но уже сейчас нужно разрабатывать аналоговнетные Трибушеты. Самый лучший в мире Трибушет 1000. Да. На третьем месте у нас как раз Игорь Рулев. Редкий топ в последнее время обходится без этого представителя рода Homo Russus Militaricus. Ну, потому что он же жжет реально курилка. Ну, детокс прошел успешно, мозг не затронул, сил накопилось, вот и несет его по волнам пропагандонского моря. В данном случае генерал Пейтенант выступил как автор роскошного увлажняющего спрея для лица любого приунывшего Роспатриота. На спирте с небольшим добавлением воды. Обычно в воду добавляют спирт, но тот, кто в Росармии служил, он не только в цирке не смеется, он еще и интуитивно меняет пропорции. Увлажняющий спрей от Гурулева на глазах превращается в плотный туман, входить в который без закуси просто опасно. Концентрация генеральского перегара такова, что закусывать надо после каждого вдоха. И я, кстати, думаю, что Гурулеву нужно запатентовать этот метод. Ну, посмотрите, есть же в разных спа-салонах соляные комнаты, очень, говорят, полезные для легких. Сидишь себе там, дышишь воздухом с повышенным содержанием, соль, музыку релаксирующую слушаешь. А вот тут все почти точно так же. Заходишь в комнату, а там мелкодисперсно алкоголь разбрызгивают. И алкогольные пары туманом стоят. И повсюду тарелочки, бочковые огурчики, грибочки маринованные, капустка квашная. Сидишь, дышишь, закусываешь, а из динамиков Гурулев что-то медитативно булькает. Комната Патриот, тысяча рублей в час. Не-не-не, сто тысяч рублей в час. Ну, потому что бригада детоксикаторов еще нужна, дежурная. У нас нет проблем с территорией всеми остальными. То, которая российская территория, она в любом варианте будет российской. У нас надо выполнить те цели и задачи, которые поставил президент. Первая, деноцификация. То есть, мы должны зайти и всю эту нацистскую тварь вычистить. Без разницы, в каком это будет варианте. И второе, демилитаризация. Армии Украины на будущее быть что? не должно демилитаризация. Все на этом. И только на этих условиях можно о чем-то с кем-то разговаривать. Я что-то не понял. Опять-таки, вот у меня всегда, я когда прослушиваю, я всегда спрашиваю, где ФСБ в этих ситуациях. Почему Гурулева не вывели оттуда в наручниках? Он что, он что, оспаривает границы России выходит как-то? Говорит, российские наши территории, а те, которые вы внесли в Конституцию, он же голосовал? Да, да, да. Так он, не, но я понимаю, можно забыть, это же, в принципе, если, понимаешь, уже давно провели исследование, что, в принципе, если злоупотреблять алкоголем, то он уничтожает клетки мозга, которые в том числе отвечают за память. Да, конечно. Вот на лицо. Короткая память, опять-таки. Выйти, так, что не голосовал, так получается, что? Получается, что Россия выходит, Россию можно, в принципе, вынудить, вполне способны это сделать и вооруженные силы Украины, освободив украинские территории или обеспечив сильную позицию за столом переговоров, опять изменить Конституцию и сказать, что это и не было вашей целью, захват территории оккупации, потому что вы не сможете их удерживать. А почему это вот Гурулев в этом признается и расписывается? Потому что он понимает, что велика вероятность того, что российским войскам придется уйти с оккупированных территорий. И он уже вот говорит о том, что ну вот да, ну так это же не условие. Опять-таки, он что, не помнит, что Путин как-то себя сравнивал с Петром Первым и говорил, что это имперские амбиции, как это не условие? Путин начал захватническую войну фактически, не имперскую, а агрессивную. Да, да. В цель создания империи, воссоздания. Что у него, конечно, не получится, и тут он обречен на крах, но тем не менее. Поэтому вот это все изменение, но я понимаю, откуда идет эта вся короткая память, потому что, в принципе, ему спустили Гурулеву указание, о чем говорить. Вот он и говорит, а надо уже готовить общество к тому, что российским войскам придется уходить с оккупированных территорий, и поэтому, формируя, ну, другое дело, кто у них формирует общественное мнение, кто эти формирователи, кто эти моральные авторитеты общества, да, собственно говоря, и для кого они авторитеты, это тоже огромнейший вопрос, кто, но вот я и вижу, что это изменение определенное, мнение общественности, и, скажем так, подготовка почвы к тому, что придется выводить войска, ну, это же так и задумано было, это все же мы так, и голосовали мы за то, чтобы эти территории стали российскими, потому что правильно, это тоже такой хитрый план. Да, 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 собственно, мне, мне очень нравится, что в тот момент, когда Гурулев говорит о демилитаризации, у него над головой, знаешь, как в советских фильмах, пролетают сотни дронов в месяц украинских в сторону России, и говорят, привет Гурулеву, Богданы, которая, Украина встречала войну с одной, один экземпляр, самоходной артиллерийской установки Богдана, колесной, сейчас сколько они в месяц делаются, 10, 19 штук, сколько там, 12 штук в месяц, сейчас делается, я уже не говорю о производстве снарядов, я уже не говорю о ремонте, а вскоре времени и производстве западной бронетехники на заводах Rain Metal, которые здесь в Украине уже открыты, все они пролетают, проезжают, проносятся и кричат, привет Гурулеву, кстати, о дронах, я могу дать статистику, ее Forbes дал, скажут, конечно, Скобеева, пускай скажут, которые их не любят, что так много жены их не любят, вот как-то, вот я вот задаюсь вопросом, попробуйте себя вести по-другому и полюбить, а не так, как вы ведете, ну вот, так вот, собственно говоря, Forbes посчитал, что за июль месяц, статистика, Россия использовала 426 дронов для ударов, так называемых, дипстрактов, они отправили типа шахет по Украине, и за это время Украина использовала то, что они насчитали 520 дронов, и помимо этого они посчитали, что Украина эффективнее сбивает российские дроны, в то же время Украина эффективнее в атаках, вот это, кстати, ну вот, вот вам демилитаризация, кто кого еще демилитаризирует. Да, и это на самом деле, и это сейчас, ну давайте будем говорить откровенно, в условиях войны и в условиях достаточно ограниченного бюджета, в отличие от российского, да, который там практически не ограничен, на военку тратится сколько надо, вот столько и тратится, да, а украинская ВПК только сейчас по большому счету начинает выходить на какие-то объемы, да, но уже сейчас, даже еще не достигнув потолка, Украина готова выпускать 3 миллиона дронов в год, об этом уже официально заявили, 3 миллиона дронов, FPV, разведдронов, крыльев, дронов для дипстрайка, сюда входит все, но это же какие, и после этого говорит что-то о демилитаризации может только абсолютно упоротый алканавт, ну то есть глубоко ушедший на дно алканавт. Да, да, именно так. Так, о-хо-хо, на втором месте не место для нежности или релакса, на втором месте не место для нежности, да, хорошо сказал, тут царство грубого такого мужского начала и конца, так сказать, альфа и омега тяжелого российского мужского настоящего, здесь стоит такой аромат и влажность небольшой подвальной качалки с неработающей вытяжкой, тут рычат, тут потеют, тут пыхтят, угрожают, здесь царство Соловьева, у него ведь каждый выход под софиты это как подход к штанге у тяжелоатлета, вышел, присел, ору, покраснел от напряжения, бросил что-то громко, ушел, по мне очень похоже, здесь даже жестче все, потому что если в обычных качалках мускулистые мужики позволяют все-таки маленькие слабости, ну типа протеинового коктейля со вкусом черничного чизкейка, то у Рудольфа чая для повышения влажности фантазии пьют плутониевый шейк со вкусом ядерного пепла, тут одной левой метают тонны железа в сторону Лондона, тут разрывают пальцами колоды контурных карт Европы, тут толкают от груди фантазии о проливе Сталина и обязательно так смотрят из-под лоб и грязно ругаются, в общем, незабываемая атмосфера вечернего шептуна с характерными влажными, нет, потными фантазиями, некоторым нравится. Я являюсь тем самым журналистом, который находится во всех европейских санкционных списках, это при их свободе, к любви к свободе слова, потому что вы нацистские подонки, у которых и близко нет представления о демократии, вы очередной рейх и вы будете повершены. Вы сатанинский рейх. Глава МИД ФРГ Анна Лена Бербок, тупая лгунья. Я не знаю, кто вот это там стоял на видео, который вот так глаза выпечил на Соловьева и смотрит, думает, ну это уже, это уже, это же просто слушать даже, это просто даже слушать, вот то есть, вот это все, да, рейх будет, вот мне кажется, что Соловьев, Соловьев, у него есть идеал, на которого он равняется, но он до него далеко не дотягивает, это Геббельс. Да, 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 да. Единственный идеал, на которого он равняется, это Геббельс. Это видно по всему. Вот, кто хочет, кто хочет, найдите редкие кадры выступления Геббельса и сравните, уже даже есть и в цвете с Соловьевым, даже с жестикуляцией, даже с повадками, даже с постановкой голоса. Это же Геббельс, он хочет быть похожим на Геббельса, но это у него не получается. Но почему же он, ведя борьбу с нацистами, почему-то сам решил стать нацистом и использовать идеал для себя нацистом. Но дело в том, что понятно почему, потому что, ну, собственно говоря-то, ну что, как, как, куда, каким образом можно избежать того, что, как говорится, на воре и шапка горит. Если ты сам защищаешь фактически режим, который имеет все признаки нацистского, и не зря все сравнивают Путина с Гитлером и говорят о том, что у них достаточно много общего, как минимум, проведения и политики, ну так как уже, ну как, необходимо же, да, называть всех остальных нацистами, используя исключительно нацистские методы. А вот он говорит, демократия, свобода слова, а в России есть свобода слова, ты обвиняешь Запад. Вот в Украине есть свобода слова, даже в условиях военного положения. Даже в условиях военного положения у нас свобода слова. Вот это ценности, вот это принципы. А у России есть они? Да где все те, кто за свободу слова, он говорит, он обвиняет Запад. Ты обвиняешь Запад, ты посмотришь, что у тебя за запятую, за точку в Фейсбуке можно сесть. Да. И в соцсетях. И ты говоришь что-то о Западе, о цензуре, о том, что ты в санкционных списках. Это понятно, потому что ты пародируешь Геббельса, причем жалко еще и. А нацистская пропаганда запрещена везде, во всех нормальных странах. Самое интересное, что жалко пародирует. Да, ну вот абсолютно жалко. Россия, это в последнее время становится очень и очень заметно. Пытается практически во всем пародировать эстетику или техники, технологии Третьего Рейха. Пропаганде наполняя их современным смыслом. Но получается каждый раз жалко. З и В, как символы там группировок вермахта, которые были во время Второй мировой войны, получился не вермахт. Получилось жалко. У них даже свой африканский корпус получился. Но тоже корявый, а не такой, как у Роммеля. И Геббельс у них такой же корявый, а не такой, как оригинал. Потому что подделка. Потому что все это всего лишь реплика. Реплика Третьего Рейха. А дочка Путина пытается строить такую экономику, которую строил граф Шпеер в нацистской Германии. Некое объединение государственного интереса и частного капитала. И тоже получится криво. Почему? Потому что все у них получается криво. Ну а сейчас рубрика сюрприз. Потому что после всего вот этого вот жара патриотизма, после всей этой влажности, фантазии о смерти миллионов людей, нам нужен контрастный душ для психического здоровья. Контрастный душ, это знаете, когда разница температур бодрит каждую клеточку тела. Ну так вот. Вот вам. Контрастный душ от самого кремлевского путинозавра. Потому что пока его пропагандонские ведущие с низкой социальной ответственностью заливают экраны влагой своих фантазий о том, как они все одной левой на тысячу километров новым эспандером на границе Домбабы и Луганды, морщинистый дед сидит вечерами в своем бункере и нервно считает минуты. Не минуты словословия в его честь на эфирах новостных выпусков, а минуты подлетного времени американских ракет до стратегически важных объектов в районе Москвы, там, Валдая. Ведь что может быть более стратегически важным в России, чем его бункеры? Да, да, опять, он опять считает минуты. Вот только в этот раз никакой улыбки на его морде нет, потому что в отличие от сказок про натовские ракеты на территории Украины, присутствие ракет на территории Германии в ближайшем будущем это реальность. Реальность, которая его совсем не радует. Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ о американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее, в ходе учения, США уже отработали переброску ракетных комплексов Dark-Tefon со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времён холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов ракет средней дальности. В случае реализации Соединёнными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Мать НАТО разместить на территории Украины ракеты, то подлётное время, как он говорил. При этом, а Эстония, Финляндия? Да. Раньше Эстония, а это не подлётное время к тому же там Петербургу и так далее. Ну, вообще, дальше. А самое интересное, задайте вопрос, а каким образом украинские дроны долетели до аэродрома Оленьи? И уничтожили и повредили там два самолёта Ту-22М3. А я скажу, как? Я скажу, как. Так же, как они долетели до этого, до нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области, и так же, как они долетали до этого в Псков и наносили базы по псковским десантникам, так называемым легендарным и так далее. Я объясню, как. Дело в том, что, как оказалось, в этом нам помогли, конечно же, финские, эстонские партнёры, которые даже в СМИ опубликовали данные о том, что военные городки пустые на границах с НАТО. И там нету ПВО в том числе. Так у меня вопрос, потому что ПВО стянуто на оккупированные части Украины. У меня вопрос, а как вы спланируете защищаться от ракет, которая из Германии? У вас же ПВО там нет. Так, задать бы вопрос, вот нормальный бы вопрос, любой гражданин России, он бы спросил, а что делает Россия для того, чтобы защитить, теряет С-300 и С-400 в Донецкой области, либо в оккупированном Крыму? Что делается для этого на сегодняшний день? И использует достаточно много ракет, использовала уже в войне против Украины, не достигнув цели. Так что теперь? Каким образом дальше? И вот это нормальные вопросы, которые задаёт, к сожалению, мало людей, это можем обсуждать мы, но это те вопросы, которые они должны ставить, потому что это открывает подноготную путинского режима, вот это всё, даже не двойные, тройные, четвертные, пятерные, какие там стандарты, о том, что вот, мол, мы там опасаемся, да что вы опасаетесь, а почему вы забрали ПВО, почему вы не прикрываете, не защищаете свою территорию, нечем? Так вот, у меня второй момент, пока к 2026 году разместятся там ракеты, будут угрожать административно-территориальным центрам экономическим и так далее, оборонной промышленности, да посмотрим, что ещё к 2026 году от российской оборонной промышленности останется. И это не ракеты из Германии, а совсем другие причины, в том числе и украинские дроны, и не только, и деградация вообще оборонной промышленности в связи и отсутствие доступа к технологиям в необходимом количестве. Это важный момент на самом деле, что непременно будет вести к тому, что запустить её даже при наличии достаточно серьёзных финансовых влияний будет довольно-таки сложным, потому что нам необходимо чем-то обеспечить. Но может мотоциклы начнут сыграть, я не знаю. Мотоциклы ПВО, такие специальные какие-то мотоциклы ПВО. ПВО, прорыв, прорыв был, танк-то 90 прорыв, будет, значит, будет, как назовут, как же его назовут, ну как-то необходимо будет назвать, о, я придумал, как, значит, коня, Александра звали, буцефал, будет буцефал, прорыв. Это фроний фактически, лошади, двухколёсные, интересные, ну вот, буцефал, прорыв. Я думаю, я думаю, мотоцикл ПВО могут назвать в честь главного мотоциклиста всей России хирурга, такой, знаешь, объект-хирург, который будут запускать, ему будут показывать американских байкеров, он от этого будет взлетать на реактивной тяге от горящего, от горящей скрепы, да, и будет с собой сбивать все ракеты, которые будут лететь. На самом деле, это всё очень смешно, очень потешно, и в очередной раз показывает, что если дед начинает считать подлётное время, значит, дело пахнет керосином, как всегда, а это значит, что дальше они будут совершать какие-то абсолютно безумные ошибки, вплоть до возможной какой-то гибридной атаки на какую-то страну НАТО, прикрываясь тем, что теперь нам угрожают отсюда. И вот тут-то абсолютно точно и гарантированно, даже по признаниям российских военных экспертов, им и настанут вахмурки. Да. Ну чё, всё, давайте вытираем пол, чтобы не подскользнуться, и готовимся к следующему топу. Уверен, что там тоже будет множество фантазий, множество сказок, домыслов, ну просто потому, что ничего другого им-то не остаётся. Только пытаться взбодрить или умаслить глубинного зрителя скорой победой, ну или там призрачным вяличием своей затхлой страны. А потому мы снова встретимся. До следующей недели. И следующего хит-парада лучшая пропагандонская пятёрка. М-м-м. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok